Так, всем здравия, Виктор Казаков, Ирина Полтовец, Хабаров, добрый вечер. Валерий Алексеевич, можно ли рассказать, как Сыдовод Черныбаев сделал на своем участке зеленый газон? Где сорняков только одна трава ровная. Какой сорт этой травы, как именно у него получилось сделать такой козелый газон? Ну, попробую, я не говорю, что быстро так. Но как-то с ним свяжусь, или заеду, скажу, тебя достали, хотят знать, почему это такой красивый газон без сорняков. Вот, попробую, но все ошибки обещать не буду, потому что есть такие проблемы, что иногда уже думаешь, они не это, не пора ли остановиться. Валерий Алексеевич, подскажите про грушу Кардановская Чернобаева. Грушка, груша, сало, как сало. Она очень похожа на грушу, немножко на монастырскую, немножко на ладу, немножко на... Что-то такое среднее, немножко на воронежскую. Вот, мне все кажется, что или это одно и то же, или это близкие родственники. Вот все, что я могу сказать. Добрый вечер. Кто тебе, Чернок-то от меня, причем тут наш дорогой, наш дорогой Чернобаев. Чернок-то он от меня получил. Добрый вечер, всем привет из Вологды. Спасибо, и вам добрый вечер. Левихов, благодарю. Яблик и мел, да, ледушка отсеется, дождусь плодов, я читал, пока лет 15 надо ждать. Нет, не обязательно. Вот, если я скажу 8-15, вас там больше устроить? Ну, я выкину, вот нарядный фимовый я навязывал. Пошли, а там хоть трава не расти. А мел бы нет. Мел бы я продавал. Ну, то купил, ждите, выражаю. Знаете, у них мел бы, аленушка, они очень морозостойкие. Они морозостойкие, потому что они прожили жизнь в несколько поколений на Сибирках. Вот, и теперь им по двое не нужен. Вот я вам честно представляю, если будут я железы, вот, что говорю, по-огромному секрету, а двое уже не нужны. Другое дело, какие будут плоды. Если несколько поколений, то, скорее всего, у них вот эта вот культурность закрепилась. А потом еще и косточка, семечка. А у него еще и папа есть. А папа у меня же, эти, декорей-то нету в саду? У меня же все роскошные. Там, давай, 200 грамм, 300, 400, 500. Бывали 550. И вот получается, что... Вы мне тоже про это расскажете. Ладно, когда время придет. Когда мел бы, аленушка заплодоносит. Если я буду жить. Валерий Константинович, ваши лекции в Москве 13-15 февраля, 12-го года в аудиторию клуба «Садовод». Ага, значит, прошло 9 лет. Тем более, сейчас февраль. 21-й год. Да, 9 лет. А я сказал 10, кажется. Но это вопрос не принципиальный. 9 лет назад я читал в Москве лекции. Но это было... Тут меня никто не выгонял. Меня пригласили. Меня обеспечили аудиторией. Меня обеспечили клуб, дворец, по-моему, назывался «Святоводы Москвы». Меня обеспечили всем. Мне после этого... У меня есть фотография Александра Алексеевича, которой я горжусь. Там сидите вы, сижу я. Тут же сидит пару человек, это руководство этого самого дворца «Святоводы Москвы». Мне вручают еще... И мало того, что я заработал на косточках, мне вручают еще и... Как называть сейчас, помню. Гонора 1040, по-моему. Это было так здорово. Но там, да, это нормальные люди были. Они не были... У них не было погон академиков, поэтому... Потом, да, вспоминаем. Потом... А в то время, знаете, как-то садоводство больше интересовалось, 9 лет назад. Вот. И тогда прошла якобы молва. Зелезов приехал в Москву и поставил Москву на уши. Вот. Поэтому как я мог поставить на уши, когда единственный корреспондент это были вы. Вот. Поэтому в основном мое выступление... Если бы не было все это... Каждая минута не было бы закиксировано в виде фильмах, в виде дисков, тогда считайте, что я съездил зря. Так, Ирина Курманова. Я не нашла нигде, что это за сорт. Описание. Летнее или зимнее. Как хранится. Какие плоды на вкус. Прививка. Приживиться до полудышения. Еще ждать. Это про Кардановскую. А нету нигде описаний. Вот сейчас спросите меня, что это за сорт. У меня его получил, как вы. Допустим, где-то с Европы приходит середок. Там написано. Кардановская. А потом показать вам плоды. Так, ну сейчас это сложно найти. Если только... Давайте так, сейчас закончим. Если останется время, я найду ее в этом. У меня тут недалеко папка, где написано. Груши. Ну а как? Ну точно, сало как сало. Ну что это? Она как бы относится к классическим грушам. Форма. Цвет зеленый. Может слегка желтый. Слегка так. Светло-зеленый. Вот. Созревает в сентябре. Значит, чисто сладкое. Очень морозостойкое. Плодоношение на кончиках веток. Вот я и говорю, почему ненавижу это. Те, кто не имея понятия о природе груш, о том, что они плодоносят на кончиках веток, они берут ее, отрезают все и говорят, так надо. Не положено. Это как за природу решать, что это? Ай, ладно, опять я завелся. Всем доброго вечера. Санкт-Петербург. Синицы купались в лужах. Скоро весна. Хорошая примета. У вас уже лужи. Здравствуйте все. А я черенки в холодильнике храню, пишет Елена Гусева. Так как там вентилятор, он никогда не намораживает снег. Раз в месяц достаю, в двух пакетах лежат, любую из капельки воды, некоторые вижу. Ух ты, а вода-то откуда? Промагаю, обратно убираю. Правильно, как вы думаете? Плохо, что вода. Особенно для груш и абрикосов. Очень плохо. Не должно быть никакой воды. Я ни разу в жизни, хоть в погребе, хоть... Единственное, что я видел, это когда снегу поэкспериментировал, снегу в сугробе хранил. Но ни в холодильнике, ни в погребе не было ни одного случая, чтобы там были капельки воды. Что такое капельки воды? Это значит, что там избыточная влажность. Понимаете? А она не должна быть ее там. Так что ответ. Как вы думаете? Правильно? Нет, неправильно. Что-то здесь не то. Вы можете загубить эти черенки. Вот. А, ну, в холодильнике. Проверьте вы, чтобы хотя бы была плюс один, плюс три. Так? Чтобы черенки были плотно замотаны. И не должно быть никакой воды. Добрый вечер. Ленклоды, Венгерки, вы приваете на один тот же подвой. Начиналось с тем, что привал на один тот же подвой. Вот. И получилось так, что подвой у меня, да, именно, допустим, к ленклодам относятся, в том числе, и китайки. Так? То есть, проще, круглоголовые. И я привал на них ленклоды, например, Этьюд, например, Стартову, например, Сунир Востока. Прекрасно приживаются. А Венгерки, ну, тут немножечко пришлось помучиться. Вот. И, ну, наверное, со второго, третьего поколения они уже прекрасно на них это. А использовал узкое, то есть, или китайки красно-желтые, или красно-синие. Вот эти два вида. Они настолько морозостойкие, они настолько привычные для нас, что чуть-чуть с трудом, но даже Венгерки к ним привучил. И сейчас проблем нет. Вот. Но меня переплюнул наш любимый Чернобаев. Я вот говорю, я всегда, я восхищаюсь людьми, особенно теми, кто сперва делает, а потом думает. Вот он, это, у него получилось как? Он прививает Венгерки на абрикосы, да еще на культурные, но у него на пару градусов теплее. У него, этот, участок зажат между незаражающими венсеями и городской чертой. Так? Ну, видно же, у него чуть на несколько дней раньше зацветает, на несколько дней раньше отцветает и так далее. И вот у него получается так. Подходим, розовая Венгерка. Не положено, откуда взял? Я тебе давал какую сенью, почему она розовая? Он тоже глазами луп-луп. Я уж так образно. Ну, чем привал на абрикосы? Как на абрикосы? Ну, так, прекрасные деревья, молодые, плодов, ёп, это, это вообще не, не видно. Больше, чем у меня, чем у меня сливы на сливе. Венгерки на этих, на китайках. Ах, что у тебя подошел? Какой абрикос? Бай. Ну, бай в наших краях растет лет 40-50. Он давно уже стал местным жителем. Он давно перестал бояться морозов. Его, кодский бай, у кого есть? Я же все-таки вам еду сотню разослан. Если вы привьете, ой, привьете, посадите и привать не надо. Пусть плоды будут не в 60-80 грамм, а, допустим, в 40 грамм. Ну, ничего, переживете. Зато абрикос. Ну, помните, мытища не одного абрикоса в целом, в целом городе. Позор какой, Подмосковье. Вот так вот. Читаем дальше. Здравствуйте, Московская область в 100 градусов. Ну, весна. Про почву. На Дальнем Востоке есть народ на найце. Охотники, рыболовы, собиратели. Я говорю, раньше, чем землю пахать нельзя и больно наплачен. Говоря раньше, что землю пахать нельзя. Ну, давайте так. Я скажу так. Или мы будем пахать землю и садить все овощи, злаки, плачет, ну, что делать. А вот садой, да, не надо ее пахать землю в саду. Вот это мое мнение. И ничего не не дичает деревья. Это все выдумки. Когда видел фильм, я замучился дать целую час, садили одно метр на метр. Куча понавезли доломитовая мука, керамзит, перегной, несколько мешков, но у них большой участок, но они пока все еще одну садили. Минеральное удобрение. Это самое, землю со стороны откуда-то. А потом я все запомнить не могу. Вот. Минеральное удобрение несколько наименований. Все. Целый час садили и подробно рассказывали, как это надо делать. Я тережку подвез сверху высыпал ее, вот так вот в середине ямку выкопал. Сколько корней? Обычно вот столько. Вот. Посадил, полил все и ушел. У меня есть фотографии. А вот те, кто вот это вот садили, где их фотографии? Они не знают, что когда в эту яму набили всяким дерьмом, так, это клоака. Туда нельзя искорить себя корней. Нельзя вообще чистая земля, причем она должна быть как бы в ней процессы гнился, должны были закончиться тысячи лет назад. Помните, я говорил, тысяча лет сантиметр нарастает гумус. Две тысячи лет, три тысячи лет. И вот когда на штык лопаты сняли такой участок, вы сделали котловат. и потом видите нормальную землю, ну, не чернозем, так, скорее, для абрикосов лучше супесь, вот, вы ее копаете, заметьте, не жирно, оттуда берете, там днился процессы закончились тысячи лет назад. И вот она и послушает этим холмом. Ну, все ямы делайте, ну, уже ямы засыпьте полностью этой землей, еще холм сверху приделать. Если вы не можете от ямы отказаться, метр на метр. Музыка Музыка